«Город над Богом» – так поэтично называют наш город-гости. Такую лирическую ассоциацию вызывает прежде всего красота природного ландшафта и количество зелёных зон нашей малой Родины. Парк культуры и отдыха – одно из живописных мест, богатых видовым разнообразием деревьев, цветов, кустарников и своей многолетней истории, ежегодно манит под своды зелёных аллей жителей и гостей Бреста. Наш парк входит в далёкий 1906 год. Когда-то здесь полк, Любавский полк Красной армии размещался на четырёх гектарах. Позже, в 2012 году, здесь были высажены, как бы новый сад приобрёл, новое значение. Было высажено 800 деревьев, 4000 кустов. Так начиналась история одного из прекрасных уголков живой природы нашего города, в летопись которой ежегодно вписываются новые достижения. В 2009 году Парк культуры и отдыха получил диплом победителя седьмого смотра конкурса «Хрустальное колесо» среди парков России и стран СНГ, подтвердив свою уникальность. Многочисленная парковая зелень и лазурь прудов раскинулась на площади в 22 гектара, восхищает красотой более 200 видов редких и экзотических пород деревьев. В 2003 году была реконструкция, в 2006 году реконструкция закончена. В 2003 году во время реконструкции было убрано очень много старых деревьев, акаций, тополей. В 2006 году приобретается очень много саженцев, кустов и начинается посадка молодого парка. Работы по увеличению посадок новых видов растений не прекращаются и сегодня. Но нужно отметить, что в парке оберегают и заботятся о старожилах среди деревьев, видавших времена зарождения современного уголка живой природы. В нашей беседе Наталья Федоровна поделилась историей одного из них. Дуб, точный возраст которого сейчас определить невозможно, видел не одно поколение брещан. Устоял во время бомбардировок в Великую Отечественную войну. И сегодня растет и удивляет посетителей парка толщиной своего ствола. Красота и величие дуба просто покоряет своими размерами. Это наш старожил. А давайте попробуем его обхватить с вами. Давайте. Видимо вдвоем с вами. Обнимая многовековой дуб, ощущаешь пересечение прошлого и настоящего. Но наш старожил – это одно из многих чудес парка, культуры и отдыха. Я хочу рассказать вам про интересные и удивительные деревья. И чем же они удивительные? Они удивительные именно интересными очень цветами. И тем, что это южные экзоты, которые приняла белорусская земля. Мы сейчас находимся в 10 метрах от Павловни войлочной. Это интересная порода, цветущая в конце мая, очень огромными ароматными цветами. И это не единственная экзотическая порода, обретшая вторую родину на Брестской земле. Около 30 видов деревьев, завезенных в наш город из других стран, прижились и адаптировались в наших климатических условиях. Ну а полюбоваться красотой и благоухающим ароматом цветения можно не только сегодня, в Европейский день парков, но и в любой день недели. Парк культуры и отдыха всегда готов встречать своих посетителей. Продолжение следует...